Я все-таки предпочитаю слушать Эрдогана, потому что он первоисточник, чему Шаглу очень часто своим заявлениями пытается прощупать среду, обстановку, посмотреть на реакцию. Эрдоган говорит конкретно то, что он хочет, чтобы все услышали. Особенно, я имею в виду период после землетрясения, когда Армения оказала помощь Турции и начались переговоры по открытию сухопутного коридора между двумя странами. Несмотря на все, я не думаю, что Эрдоган после этих выборов займет какую-либо резко выраженную антиармянскую позицию. Для Эрдогана эти выборы прозвучали как некий звонок. Почему? Потому что все-таки лишь дорогой набрал приличное количество голосов, что показало Эрдогану, что общество турецкое лучше серьезно разделено. При этом значительная часть общества не очень одобряет позиции Эрдогана в отношении как внутренней пресс-экспертной, но и внешней политики. Поэтому я думаю, что Эрдоган будет пересматривать некоторые вопросы, и в том числе все вопросы, касающиеся позиций Турции в Закавказе. Я думаю, что, конечно, сотрудничество Турции и Азербайджана, которое достигло очень высокого уровня за последние несколько лет, оно не будет деградироваться. Потому что для Турции это очень важно, тем более, что Азербайджан находится в сфере так называемого тюркского мира, который занимает серьезное место в политике Эрдогана. В последние годы там деградации не будет, но и особой воинственности отношения Азербайджана, в связи с Арменией, я тоже не ожидаю. Наоборот, я думаю, что Эрдоган, в общем, в определенной степени будет пытаться построить некий новый мост. Особенно учитывая то, что мы наблюдаем процесс координации в определенной степени между Пашиняном и Алиевым. Эрдоган будет в этом учитываться, конечно. Азербайджан